Весь покрыт бронёй, а внутри с гостинцами. Юлия Куценко, московские общественные деятели и артисты подарили бронированный автомобиль. Гуманитарку известная мам Юля уже сложила в кузов. В нём и пасхальные куличи, и другие милые сердцу домашние блюда. По традиции в боевом комплекте супы, каши и консервы. Нашим ребятам местные рукодельницы наплели маскировочных сетей, а волонтёры закупили средства радиоэлектронной борьбы и рации. Дружественная группа по кругу солдат 73 делает маскировочные сети. Они очень особенные. Вот из таких листиков, собственно, она двойная. Есть зелёные такие листики и такая вот сторона. Мы про них уже снимали. Девчонки вообще большущие молодцы. У них буквально за неделю, я не могу точное количество сказать, но практически всю Ульяновскую область, наши мобилизованных, они, так скажем, снабжают этими сетями. Наставлять гуманитарный груз будет в этот раз гораздо спокойнее и удобнее. Новый инкассаторский фургон оснащён бронированной капсулой. Корпус тоже пуленепробиваемый. Одно лобовое стекло весит больше центнера. Двери по 65 килограммов, в то время как обычные не более 30. Мам Юля ласково называет своего железного товарища Кузей. В этот раз Юлия едет с другом Александром и московской общественницей Еленой. Елена Белова как раз и помогла в приобретении машины. Ранее они обращались и на Ульяновский автомобильный завод, и к представителям местных властей. Но самыми оперативными оказались москвичи. Политики и артисты скинулись деньгами и воплотили давнюю мечту мам Юли. Тогда мы, в принципе, собрались с артистами театра и кино, с певцами, с многими депутатами Государственной Думы подумали, чем мы можем помочь в такой тяжелой ситуации. И именно бойцам, ребятам и мам Юле. И пришли к мнению, что мы готовы и можем выделить автотранспортное средство. Юля и Елена познакомились этой зимой во время записи передачи на одном из федеральных каналов. Они и дальше планируют помогать фронту, используя все возможности. Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.